Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вывести на чистую воду. Депутаты и администрация города призовут собственников очистных сооружений в СУКО обслуживать их в надлежащем порядке. Как стать чемпионом? Опытом с юными анапчанами поделились легендарные спортсмены Олимпийских игр. Докопаться до корней. Жительница станицы Гостогаевская восстановила родословную вплоть до XIX века. Наложить сервитут на проход к морю в СУКО и потребовать добросовестного обслуживания подведомственных Министерств обороны очистных сооружений в курортном поселке. Вот ключевые решения комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования Совета муниципального образования. Ситуация серьезная. Выброс канализационных стоков в собственники сетей и территории, где произошел разлив, складывают в себя ответственность. В проблеме разбирались депутаты, представители администрации города и специалисты Роспотребнадзора. Загрязнение канализационными стоками прохода к морю в СУКО для одних стало скандальной новостью, а для других – внеурочной работой по ликвидации последствий. Вместе с Роспотребнадзором администрация курорта не только организовала, но и практически своими силами выполнила дезинфекцию территории, в то время как ее собственники просто продолжили устанавливать забор. С докладом о ситуации перед депутатами выступает заместитель руководителя Роспотребнадзора. Причина загрязнения в аварийных очистных и превышении лимита сбросов. В чем трудность? Министерство обороны, Роспотребнадзор не осуществляет надзор на соблюдение всех законодательств на объектах подлежностных Министерств обороны. В 2016 году и в 2017 году мы сразу написали военному прокурору и главному государственному санитарному врачу Южного округа, сразу информировали их об этих нарушениях. По информации Роспотребнадзора, именно администрация города подала иск в суд с требованием запретить ведомственной коммунальной компании выдавать технические условия направо и налево, превышая проектную мощность очистных и обеспечить их нормальную работу. Но результата нет до сих пор, как и во всех вопросах с ведомственными коммуникациями. Муниципалитету приходится буквально биться. Представитель филиала жилищно-коммунального управления Минобороны может рассказать все о процессе установки забора в проходе СУКО. А на вопрос, когда очистите свою же территорию, оперируют понятием «наша хата с краем». Дезинфекцию проведут? Не достаточно. Дезинфекцию кто проведет? Вы проведете или кто должен провести? Ну, я думаю, что виновник того, кто это. А кто виновник-то? Ну, вы учились все эти. Депутат Леонид Красноруцкий, 17 лет, работает в СУКО и имеет все основания сказать. Такое отношение собственника – повод для работы юристов. Сейчас мы наблюдаем ситуацию нерационального использования, я бы сказал, даже вред, принесенный вашим учреждениям, как пользователям земельного участка нашему городу, очень трудно финансово даже оценить. Вы про какие университеты территории? А вот как раз о территориях, где был разлив канализации. Сейчас нужно там, я прошу прощения, определить сервитут и в этом сервитуте определить ответственность за, значит, эту территорию. Кто и в какой степени несет ответственность и по каким вопросам. По санитарной очистке, по канализации, по содержанию, по освещению, по безопасности. Вот, мне кажется, решение этого вопроса. Мы готовы выступить с инициативой наложения сервитута на земельный участок Министерства обороны. Хотят они этого или нет. Вопрос серьезный. В нем должно быть полное взаимодействие всех ответственных служб. Критика на комитете звучала в адрес всех – администрации, арендаторов пляжа и собственников прохода. У нас единое общее дело – качественно обслуживать отдыхающих. Любого уровня, кто бы это ни приехал. Отдыхающие Министерства обороны, дети или просто граждане России. Поэтому мы должны сохранить тот проход, о котором мы говорили, к морю сервитут. Во имя, еще раз говорю, тех людей, которые приезжают, независимо от принадлежности ведомственно, это просто граждане России. Совместно, если сейчас сложно делать Министерство обороны, собирать средства для того, чтобы там провести дезинфекцию, очистку этой пляжной территории. И люди, которые бы отдыхали, получили нормальные условия отдыха и пребывания в Анапе. Ситуация в СУКО остается на особом контроле. Еще одно решение депутатов – потребовать от федерального ведомства обратить внимание на проблему и начать модернизацию сетей. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании, составляющие большой работы с населением. Об этом сегодня говорили на Краевой антинаркотической комиссии. Во время видеоселектора особое внимание муниципалитетов обратили на необходимость вовлечения в этот процесс общественности. Жители должны стать помощниками полиции в выявлении фактов распространения наркотиков. Отдельная тема – работа с молодежью. Наш город находится в списке наиболее благополучных территорий. Но сегодня в Анапские учебные учреждения поступает много иногородних абитуриентов. И на это нужно обратить особое внимание. Психолог должен работать, зам по воспитательной работе. Это те люди, которые вновь прибывшие. Объяснить, как себя вести, чем заниматься и так далее. Потому что мы уже имели дело с нашим техником сельскохозяйственным. Там выровнялась ситуация в лучшую сторону. Но все равно нужно работать. Они должны быть нашими сторонниками, союзниками. Вовлекать их в кружки сегодняшнего дня. И этой работой нужно заниматься. То есть это творческая работа, она поступательная. Трасса Анапская-Гостогаевская получит новую жизнь. На восстановление дороги было выделено более 50 миллионов рублей из краевого бюджета. Ремонтные работы уже на завершающей стадии. Много лет эта дорога, соединяющая федеральную трассу и хутор Куматырь, напоминала полосу препятствий. Жители неоднократно жаловались на состояние дороги в городскую администрацию. Мэрия направила заявку на финансирование в Краснодар, так как дорога в краевом подчинении. И как только муниципальные власти получили поддержку администрации края, на трассу зашла большая техника. И хоть работы еще полностью не завершены, сельские жители уже оценили новое полотно. Спасибо большое. Очень довольны. Веску Куматырь. Ну что говорить, согласно 21 века, фантастика. Прекрасно. Дай бог здоровья, удачи дорожникам. Всего хорошего. Дай бог, чтобы вся Кумань была такая дорога. Сейчас сотрудники ДРСО «Вираж» укрепляют обочину, стелят специальную щебеночную отсыпку. Также здесь заменили остановочные павильоны. В Куматыре построят новый тротуар. В ближайшее время на дорогу нанесут разметку и заменят дорожные знаки. Общая протяженность отремонтированного участка – 6 километров. Легенда советского спорта вдохновляли юных анапских спортсменов на будущие победы в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Поездку организовал фонд Тимченко. Гости отметили, что в городе-курорте есть перспективная ребята, а также необходимая спортивная база. Старт эстафете дал олимпийский чемпион по плаванию Андрей Крылов. Почти полвека назад в его школу пришел тренер и пригласил в бассейн. Постепенно через серебро спортсмен добрался до олимпийского золота. На пьедестале сил на мысли уже не было. Осознавать произошедшее начал уже на пресс-конференции. В начале карьеры о победах никто не думал. Просто брали одну спортивную высоту, затем сразу поднимали планку. Тогда казалось, что было трудно. Сегодня то же самое видится интересно. Сейчас на наше счастье, на зависть нам, бывшим плавцам, сейчас бассейны стали появляться. Но бассейн у вас действительно хороший. У вас хороший бассейн. Я просто когда-то был очень давно-давно-давно в этом бассейне. И помню, он был такой самый какой-то, ну, заурядный. Я смотрю, как очень хорошо его сейчас переоборудовали. Я вижу современные стандарты в области, как ботик сделан. Стоят очень современные тумбочки. Ну, я думаю, дело за малым. Вам теперь современные результаты надо. Олимпийские чемпионы приехали в спортивную школу «Виктория», чтобы поддержать юных спортсменов, пловцов, гимнастов, волейболистов. В спортивном зале – сверстницы анапчанок из Владимирской области и Подмосковья. Финальная часть первенства профсоюза в России среди девушек. Команда города-курорта – одна из фаворитов. Я была здесь в Волейграде, даже в центре волейбольном России и пляжного волейбола, и классического волейбола. И об этой школе очень много знаю и слышала. Я знаю, здесь работают замечательные тренеры. И есть надежда на то, что будут игроки. В свое время здесь, ну, правда, это Сочи, Сочи забыл. Кондров Володя, который играл много лет в сборной команде сейчас, и тренером работаю. Есть люди, есть таланты. Надо заниматься и делать свое дело. Нина Смолеева отмечена в волейбольном зале славы. Он находится в Соединенных Штатах, где в конце 19 века зародился этот вид спорта. В детстве будущая чемпионка занималась художественной и спортивной гимнастикой. Такая подготовка помогала на площадке. Феофане 14 лет. 7 из них она занимается волейболом. Нина Смолеева вручает девушке золотой значок ГТО – одну из первых ее наград. У нас много общего. Интересно же узнать, в каком они возрасте, как в моем возрасте, чем они занимались. У них же тоже школа была. И также они занимались волейболом. Мне интересно. Я стремлюсь стать даже олимпийской чемпионкой. Специалисты отмечают, что олимпийского золота в волейболе у России не было давно. Аналогичная ситуация со многими видами спорта. Организаторы встреч с олимпийскими легендами поясняют – одна из целей – пробудить у ребят веру в себя и настроить на будущие победы. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте спокойная и под контролем. Об этом сообщили в территориальном Роспотребнадзоре. Развернутый мониторинг состояния анапских пляжей и воды в море проводится каждые 5 дней в 10 точках. От Высокого берега до Витязева всего за один раз исследуют более 40 проб. По последним данным, ситуация на курорте не вызывает опасений. За последнюю неделю все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Вирусологические показатели мы также исследовали. Последние исследования не выявили наличие каких-либо вирусов в морской воде. Качество воды на сегодняшний день соответствует нормативным требованиям. Купайтесь, не боясь каких-либо осложнений. Единственное, рекомендуем купаться немного отойдя от береговой кромки. Конечно, береговая кромка это буквально 10-20 сантиметров. Там вода прогревается и если будет какое-то загрязнение другим человеком, вы можете подхватить эту агента инфекционного. Поэтому, пожалуйста, чуть-чуть отходите от кромки воды и там проводите все свои купательные процедуры. Семейное древо из семи поколений составила учительница из станицы Гостогаевская. По ее словам, работа достаточно кропотливая и отнимает немало времени, но оно того стоит. Отец героини считает работу важной и нужной, а старший сын хочет быть похожим на предка одного из основателей станицы. Работа представлена на общегородском конкурсе «Семейное древо». Его итоги подведут в эту субботу на Театральной площади в День Семьи, Любви и Верности. Я вообще в девичестве Красноперек. Вот наш Красноперечный арк, 8 июня. Анна Афанасьева у памятника основателям станицы Гостогаевская. Здесь же, среди первопоселенцев, вдва урядника, родня по линии мужа. Рядом мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Фамилия родственника – калмык. Анна, учитель химии. Генеалогией увлеклась 5-6 лет назад. Сначала подняли семейные архивы и воспоминания, потом документы советского времени. Что-то нашлось в местном краеведческом музее. Любое исследование приносит открытие. Случайно познакомились через интернет с троюродным братом. Он прислал фотографии прадеда по материнской линии, также кубанского казака. Я знала только о дедушке, бабушке, ну и про бабушку, со слов матери. Я была рада этой информации. Этот сарай построили в 30-е годы 20-го века. Под облицовкой из шифера «Саман» на крыше еще та черепица. Когда-то домовладение принадлежало деду Анны. Здорово. Надо знать все, свои корни, надо хорошо знать. А мы их, честно сказать, что забыли. В одно время мы их. Сейчас семейное древо Афанасьевых насчитывает более 250 фамилий в семи поколениях, начиная с середины 19-го века. Я хочу, чтобы дети мои знали. Может, не все заинтересовали. Но если один хотя бы заинтересуется, я буду очень рада. Муж Анны работает электриком. Во время съемок был на работе. Младший сын Валентин, средний Ростислав, хочет быть пожарным. Старший Ярослав перешел в пятый класс. Подумывает над тем, чтобы стать археологом, а в жизни хочет быть похожим на предков. Красноперец, Петр. Почему-то прямо хочется на него быть похожим. Он смелым, умным. Я тоже быть хочу таким. Чтобы быть умным, надо учиться. Чтобы быть храбрым, надо... Ничего бояться не надо. Теперь Анна планирует обратиться уже к архивам краевого центра, чтобы попробовать найти предков до 19-го века. Лето в режиме нон-стоп. В Анапе продолжают свою работу мобильные досуговые площадки. Специалисты молодежного центра 21-й век постоянно меняют и дополняют программу, чтобы удивлять ребят чем-то новым и дарить настоящий детский праздник. Каждую неделю анапские дворы превращаются в интерактивные площадки. Конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания увлекают не только анапскую детвору, но и многочисленных юных отдыхающих. Такие двухчасовые интерактивы дают возможность проявить себя в спорте, творчестве и зарядиться хорошим настроением. Веселое настроение после этого. И вот до этого ехали, но мы поругались с сестрой. Она станцевала нормально все, она улыбчивая, настроение поднялось сразу на море, теперь хочется. Дети радуются, они бесплатно, абсолютно совершенно бесплатно. Родители выводят их из дома, они проводят свое свободное время на улице, на свежем воздухе, занимаются спортом, двигаются, рисуют у себя на лице, активно себя проявляют, танцуют, поют. То есть раскрывают себя со всех сторон творчески, в спорте, интеллектуально. То есть это развитие в первую очередь. В организации праздников активно помогают ТОСы. Они заранее информируют жителей о том, где остановится мобильная площадка. Всего за лето планируется провести не менее 40 таких нон-стопов. Кроме того, в разных районах города работают 55 стационарных дворовых площадок. Там также проходят спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия. Юные анапчане в рамках летних площадок посещают и различные тематические мероприятия. Так, в Центральной библиотеке в рамках губернаторской программы «Антинарко» открылась специальная школа здоровья. А вы обратите внимание, как я вас поприветствую? Я скажу. Какое слово? Здравствуйте. А кто задумывался из вас, что такое здравствуйте? Это когда мы здороваемся, всегда говорим здравия. Желаем здравия. Желаем здравия и отшивки здоровья. В теоретической части ребята вспоминали пословицы и поговорки о здоровье. Участвовали в специальной викторине. Оказалось, что большинство ребят любят заниматься спортом, намерены и в будущем вести здоровый образ жизни. Практическую часть обеспечили специалисты Центра 21 век. В программе спортивные конкурсы, перетягивание каната и просто веселье. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды фирменная сеть магазинов Тавровские мясные лавки. В Тавровских мясных лавках сосиски Тавровские 189,90. Московская оригинальная 249 рублей. Салями финская 657 рублей. Тавровские мясные лавки в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 8 и 9 июля в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-25 градусов, ночью прохладнее, 18 выше нуля. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, облаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Субтитры создавал DimaTorzok